Всем привет! Сегодня поговорим, почему учебный план является критически важным, когда вы самообразовываетесь, либо самообучаетесь. И начнем с того, что, конечно, не в каждом ВУЗе даже дают учебный план на весь семестр, где есть дополнительная литература, основная литература, темы, какие-то работы, которые вас ждут и так далее. Но, в принципе, это очень важно и нужно, особенно, когда вы самообучаетесь, либо самообразовываетесь. То есть я сейчас хочу поговорить о тех людях, которые не просто хотят что-то узнать для общего развития, ну, просто чтобы знать, а те, кто хотят либо расширить то образование, которое у них уже есть, просто немножко углубиться в какую-то тему, либо просто вот расширить свои знания. Или те, которые вообще хотят куда-то в другое русло перейти, и они хотят самостоятельно освоить какой-то предмет, какую-то профессию даже, и пытаются всеми силами это сделать. И как раз-таки учебный план может очень вам помочь в этом деле упростить весь этот процесс. Потому что, в целом, самостоятельное освоение знаний с мыслью о том, что вы дальше будете их как-то применять, как-то их использовать и так далее, это очень сложный процесс. Потому что, вроде бы как, когда мы учимся, когда нам кто-то транслирует эти знания, то есть этот человек решает, что и как вам рассказать, что вам нужно знать, что вам нужно прочитать. Когда же вы этим самостоятельно занимаетесь, то вы самостоятельно решаете, что вам посмотреть, что не посмотреть, что прочитать, какой учебник выбрать и так далее. Это очень большая ответственность. Но если вы составите учебный план, это очень сильно облегчит вам задачу. Потому что, во-первых, вы станете организованным. Потому что вы, вроде бы, вот тут что-то почитали, и там что-то почитали, и чуть-чуть вот этот учебник полистали, и что-то вы там еще в библиотеке нашли. Ну, везде вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и вроде бы, как бы, иногда вот создается ощущение, что вы топчетесь на одном месте. Потому что там чуть-чуть, там чуть-чуть, и у вас нет этой полной картины, и у вас какие-то отрывочные знания. Когда же вы составляете учебный план, опираясь на что-либо, то есть когда вы, ну, самостоятельно для себя решаете, по какому плану вы идете. Можно, кстати, за основу взять и, как бы, оглавление какого-нибудь учебника, который очень советую для той специальности, которую вы пытаетесь освоить. Можете за основу его взять. Это же не какой-то вот прям стационарный план. Но когда вы это делаете, вы организовываете все свои знания, вы понимаете, откуда вы начали, куда вы дошли, что вы изучили, что не изучили и так далее. То есть это очень хорошо структурирует ваши знания. То есть это дает им такую вот основу, на которой он будет лепиться, и если у вас нет этого учебного плана, вы не видите этого всего, вы не видите полной картины. Вы так и будете метаться от источнику к источнику и не будете понимать, что вам нужно, что вам не нужно, что вы уже изучили. Следующий пункт пользы, который дает учебный план, это сбор информации из нескольких источников. Опять-таки, об одной и той же теме. Можно говорить разными словами по-разному, можно посмотреть видео, посмотреть лекцию, почитать что-то, статью, какую-то главу книги. И если вы делаете это хаотично, без какого-либо, без какой-либо системы, то есть не определяете, какие именно источники вы используете, а просто скачете по ним, то очень как бы это чревато тем, что у вас будут очень разрозненные, очень разрывные знания. Чуть-чуть об этом, чуть-чуть об этом, еще вот так вот. И какие-то противоположные мнения, которые вы не можете сложить в общую картину. Если вы составили учебный план, в процессе него вы посмотрели и вот этот источник, и вот этот, и возможно еще вот этот, то вы можете скомпоновать это все в одно место, оценить по сложности восприятия информации от самого простого к самому сложному. И так ваши знания будут постепенно как бы накапливаться, и вы будете все лучше и лучше понимать, потому что очень удобно, если вы вначале, ну или посмотрите, или прочитаете что-то максимально простое по вашей теме. Возможно какой-то ролик на ютюбе, который очень просто прямо на пальцах объясняет ту тему, которую вы хотите освоить. И у вас уже будут какие-то базовые знания. Потом вы прочитаете главу учебника, ваши знания расширятся, но они будут уже на базисе того, что вы посмотрели, то, что вы уже знаете. И дальше как по накапанной. Следующее это видение общей картины и то, куда вы направляетесь. Потому что, когда вот опять-таки вы со всех сторон что-то где-то как-то почему-то изучаете, вы не понимаете, продвинулись, вы не продвинулись, что вообще происходит, а куда двигаться, а куда развиваться. Будут вроде интересны и вот это направление, а возможно и вот это, и так далее. Если же вы составляете учебный план, вы точно понимаете, что вы уже освоили. И возможно вы там что-то отметили, что вам немножко непонятно, что вам нужно еще доработать. Либо то направление, которое вам понравилось и вам интересно дальше это изучать. То есть какой-то под тема, которая вам интересна, вы хотите ее больше раскрыть для себя, как-то больше изучить, больше информации найти. Все это можно отметить и понять вообще в учебном плане. Потому что у вас все будет вот на одном листе, либо там в одном файле на компьютере. И вы будете сразу видеть все темы, все ваши пометки, возможно все источники. Они будут все сразу в одном обозрении ваших глаз. И тогда вы сможете понять, где вы, что вы, куда вы направляетесь. И немаловажный факт, о котором я только что упоминала несколько раз, это последовательность. Именно учебный план заставляет вас последовательно учить какой-либо предмет. Потому что иногда нам кажется, что нам нужно вот только вот это выучить и все. И вот больше ничего. Потому что зачем вот этот алмуд читать предыдущий, где объясняется какая-то основа, то, что было перед этим. Можно же просто выучить вот что-то одно маленькое и вы все поймете. Нет, к сожалению, так не работает. Потому что разрозненные знания у нас не задерживаются в голове, которые не имеют какой-то основы, какого-то базиса. Они не встроены в общую систему. Они все, к сожалению, теряются в нашем мозге со временем. То есть вы можете приложить какие-то усилия, достаточно много, если даже вы приложите усилий. Вы это запомните. Но впоследствии, если вы не присоедините это к какой-то общей структуре знаний, то эти знания потеряются в вашем мозге. Они где-то там заблудятся. Когда вам нужно будет это вспомнить, ваш мозг не сможет найти дорогу к этим знаниям, потому что просто они будут где-то там в недрах. Если же вы по учебному плану двигаетесь, то вы в любом случае начнете от самого простого. Даже если вы опираетесь на какой-то учебник, там все идет по накатанной, то есть последовательно. Сначала основы, потом углубляетесь, 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 разветвляетесь ваше знание. Это полезно тем, что ваш мозг создает структуру, он лучше понимает, потому что у него уже будут базисные знания, на которые потом будут нарастать вот эти нужные ему подробности. И поэтому не бывает хороших знаний без фундамента. А если вы не применяете учебный план, не следите за тем, что вы учите, откуда вы получаете знания, и как вы вообще двигаетесь, то есть ваши знания могут быть непоследовательными, и за счет этого у вас не будет того самого крепкого фундамента, на котором будут держаться ваши знания. И самое главное, что делает учебный план, особенно для тех, кто сам организовывает свое время, сам обучается, сам как-то структурирует свой день для того, чтобы поучиться, не поучиться, отложить и так далее, учебный план очень хорошо держит в темпе. То есть очень полезно писать, когда вы начали изучать какую-то тему, когда ее закончили, когда какие-то этапы, возможно, прошли, то есть даты прописывать, и вы будете понимать, затянули ли вы, или вы очень быстро идете, или очень медленно, и, в принципе, глядя на этот учебный план, вы понимаете, что у вас дальше, как вам, возможно, вам нужно как-то поднапрячься, вы немножко расслабились, куда-то отошли, немножко забыли, отложили. То есть если у вас будет постоянно перед глазами, ну, не перед глазами, но где-то вот поблизости учебный план, вы будете понимать, какой объем работы вас ждет, что вам, ну, сколько времени вам нужно на это выделить для того, чтобы все-таки как-то продвигаться, потому что очень соблазнительно за счет того, что это что-то, если вам не срочно нужно, это откладывать, откладывать, потому что, ну, это же сейчас не очень нужно, это не срочно, все не так уж плохо, я все успею и так далее. То есть все эти отговорки прекрасно работают, наш мозг расслабляется, он не вспоминает о том, что нужно учиться, но если у вас есть учебный план, вы понимаете, какой огромный объем работы вам нужно сделать, что вам нужно выучить, что нужно все-таки как-то уже выделять время и начинать работать, иначе вы ничего никогда не успеете, потому что если будете откладывать важные вещи как-нибудь на потом, как-нибудь на потом, и не ставить себе какие-то временные рамки, не держать себя в руках и в темпе, то вы как бы поймете, что там через год, через два, что вы вообще никак не продвинулись в том предмете, который вы очень хотели изучить, который бы очень там помог вам продвинуться по работе или в каких-то своих личностных рабочих вопросах и так далее и тому подобное. Так что учебный план очень хорошо держит вас в темпе и не дает расслабляться. И на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok